Привет, друзья! Любите двухдверное зажигательное купе с немецким характером? Тогда у меня для вас есть хорошие новости. В 2024 году начнется производство обновленной BMW M2 2025 модельного года. Да, немного запутано, но смысл не в этом, а в том, что визуально купе никак не поменяется, а вот под капотом нас ждет большой сюрприз в виде увеличения мощности на целых 20 лошадиных сил. Согласно информации издания BMW Block, обновленная M2 будет оснащаться той же 3-литровой рядной турбо-шестеркой, только ее мощность после обновления составит 480 сил, а это значит, что самая маленькая купе от BMW догонит по мощности BMW M3 и M4 на механике. Кроме мощности вырос и крутящий момент. Теперь для модификации с автоматом крутящий момент составил 600 Нм, а был 550. Для варианта с механикой мощность тоже вырастет, но вот крутящий момент останется прежним – 550 Нм. Вероятно, это связано с конструкцией шестиступенчатой ручной коробки передач. Кроме этого, обновленная M2 предложит расширенную цветовую палитру с несколькими новыми оттенками для кузова. Кроме такого приятного обновления, которое сделает M2 еще быстрее, в BMW всерьез намерены в ближайшее время представить хардкорную M2 CS. Автомобиль уже был замечен на плановых испытаниях, но что самое приятное, это будет еще и очень мощная M2 с отдачей в 520 сил. А это на минуточку больше, чем у BMW M4 Competition. Ясно только одно – когда эта M2 выйдет? Раз уж мы затронули тему, связанную с BMW второй серией, я недавно наткнулся на любопытную информацию. Оказывается, совсем недавно в США была построена самая мощная и быстрая BMW M240i в мире. С нее выжили 1200 сил и она проехала квотер за 8,66 секунды. О самом проекте мало что известно, но я еще поищу информацию об этом автомобиле и более детально вам о нем расскажу в отдельном выпуске. Мазерати разрабатывает новое поколение флагманского квадропорте, и это хорошая новость, но есть и парочка не очень приятных известий, которые могут подпортить вам настроение. Связано это с тем, что новый квадропорте будет полностью электрическим, никаких тебе гибридов или еще каких-то ДВЗшных плюшек, только бездушные электромоторы. Это часть стратегии компании, и флагману предстоит переродиться. Квадропорте базируется на той же платформе, что и новенький Гран Туризма, и получит в свое распоряжение все самые новые технологии, доступные Альянсу Стелантис. Визуально новый флагман будет похож на нынешний Гран Туризма, но только будет четыре двери и более просторный салон со своей уникальной архитектурой. Также новому квадропорте будут доступны новые электромоторы. На выбор компания предложит аж три варианта электрокара. В базовом исполнении флагман предложит один электромотор, задний привод, а мощность превысит 300 лошадиных сил. Вторая промежуточная модификация будет предлагать уже полный привод и два электромотора, а ее мощность составит почти 600 лошадиных сил. А вот самая топовая модификация получит три мотора по аналогии с тем же Гран Туризма, и ее мощность перевалит за отметку в 700 лошадиных сил. Именно третья флагманская модификация будет самой быстрой и самой динамичной. На первую сотню топовый квадропорте будет тратить около трех секунд, а его максимальная скорость превысит отметку в 310 километров в час, и это будет один из самых динамичных седанов в своем классе. Само собой, квадропорты – это не только про скорость и мощность, но и про комфорт. И для того, чтобы добиться феноменального уровня в этом направлении, итальянцы оснастят свой топовый седан новой прогрессивной пневматической подвеской, а также полноуправляемым шасси для лучшей управляемости. И все это звучит прекрасно, если бы не еще одна проблема. Мазерати сталкивается с препятствиями на пути к переходу к полностью электрическому будущему. Бренд, принадлежащий Stellantis, приостанавливает разработку своего электромобиля квадропорте. Причина очень проста – разработка топового флагмана обходится слишком дорого Stellantis. Согласно источникам в итальянских СМИ, компания Stellantis в настоящее время работает над деловым планом для флагманского электромобиля, который включает в себя меры по снижению затрат. Звучит как-то непремиально. Компания уже в третий раз откладывает запуск к своей линейке электромобилей. Ранее были отложены запуски электрических версий купе Gran Turismo и среднеразмерного SUV Grecall. Выход электрического Grecall был запланирован на 2023 год, но теперь планы изменились и релиз состоится в конце этого года. Также в настоящее время разрабатывается версия Gran Cabrio с нулевым выбросом, которая должна появиться тоже в 2024 году. Такие вот нерадужные вещи происходят в Мазерате. Надеемся, компания преодолеет все несгоды и порадует нас новыми продуктами. А мы двигаемся дальше. Lamborghini отчитался о рекордных продажах за минувший 2023 год. Общий объем выпуска автомобилей итальянского бренда в прошлом году составил 10 112 единиц, что является первым случаем в 60-летней истории компании, когда производство превысило отметку в 10 000. Этот показатель вырос на 10% в сравнении с 2022 годом. И это с учетом того, что новый гибридный Revoelto, который был показан в 2023 году, поступит в продажу лишь до конца текущего года. Из этих 10 000 на долю URUS пришлось 6087 автомобилей. Вот он тепловоз всех продаж итальянского бренда. Уракан тоже старается не отставать от своего собрата. Самый доступный спорткар от Lamborghini разошелся тиражом в 3962 единицы. Для сравнения, в 2022 году было продано 3113 Уракан. Авентадор тоже внес свою лепту в эту статистику. И хоть компания потихоньку выводит из продаж эту модель, тем не менее 12 автомобилей в прошлом году было продано. И еще 51 автомобиль из специальной серии, в которую входят такие автомобили, как новый Cuntush. Поэтому автомобили с двигателем V12 составили очень маленький процент от общего объема выпуска. Имея это в виду, можно представить, что общий объем производства может превысить 13 000 в течение следующих нескольких лет, когда компания начнет поставки Revoelto и преемника Уракан, а еще на подходе обновленный и гибридизированный Урус и грядущий электромобиль от Lamborghini. Самым прибыльным регионом для итальянцев стала Европа и Ближний Восток. Они больше всего нуждаются в автомобилях Lamborghini. И в 2023 году продажи в этом регионе увеличились на 14% и составили 3987 единиц. Причем Америка не сильно отстала, с показателем в 3465 единиц, что равносильно росту в целых 9% на фоне 2022 года. Мои поздравления Lamborghini, это действительно хорошие новости. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok